Всем привет, друзья! Итак, немножко новостей по моим всем аквариумам. Какие тут изменения произошли за последнее время. Итак, наверное, уже недели две назад я говорил о том, что появилась кладофора водорослей. Это все-таки не нитчатка. Зеленые такие коротенькие жесткие водоросли. Они не везде. Бородоед, который я до этого использовал, Нилповский химию, она немножко помогла, но недостаточно. Кладофора осталась в основном здесь, внизу, около криптокарины Тропика. В основном там. По большей части она пропала, но все равно еще есть. Я решил сейчас попробовать. Взял вот такой вот препарат. Фиксалгин. Компания. Он плохо фокусируется на нем. Вот. Престиж. Не знаю. Посмотрим, попробуем его еще. Ну, в принципе, практически водоросли ушли, но еще немножко остались. Поэтому я решил все-таки полностью от них избавиться. Посмотрим с помощью этой химии. Может быть, поможет. Если нет, ну, в принципе, не так страшно, потому что ее практически не осталось. По растениям. Какие здесь изменения в большом аквариуме? Я купил папоротник. Вот здесь вот, в правом углу, за корягой с мхом, туда я высадил кустик папоротника. Честно сказать, ни разу их не держал. Посмотрим, приживется нет, как будет расти. Так-то травка довольно симпатичная. Если разрастется, будет красиво по среднему, по заднему, может быть, плану. Такой вот вариант еще появился. Хотя, в принципе-то, растений у меня уже, как видите, довольно много. Аквариум густо засаженный весь, заросший. Особо нового ты сюда ничего и не посадишь. Ну, Бакопу Каролинскую я потихоньку убираю. В основном, Амания Бонсай сейчас по заднему плану растет. Она медленно растущая, но какие-то веточки иногда бывает. Я обрезаю и рядышком сажу. Чтобы она более густым таким задним планом становилась. Бакопу в основном стараюсь отсаживать сейчас в нерестовичок, в маленький. Вот так вот. По рыбкам здесь особо изменений никаких нет. Последнее, что я сюда добавил, это желтых малинезий из маленького второго аквариума. Там сейчас у меня мальки, о них я тоже позже расскажу. Ну, большой аквариум сейчас выглядит вот так. Вот ему получается уже полгода. Зарос он довольно сильно. Немножко передний план я освободил. Ну, и вот такой вот сейчас вид. Довольно неплохо смотрится, как мне кажется. Не знаю даже, что еще добавить или убавить. В принципе, неплохо. Это вот большой аквариум. Единственное, сейчас осталось водоросли добить до конца. И будет вообще чистенько и классно все. Сейчас покажу вам малявочник. У меня там недавно родились мальки. Сейчас посмотрим, что там происходит. Вот он нерестовичок. Недавно тут родились мальки у черной малинезии. До этого несколько дней перед этим был нерест меченосца Санта-Клауса. Ну, и малькам сейчас примерно, ну, меченосцам где-то около недели. Малинезиям несколько дней буквально. Так вот он густо засажен сейчас Бакопой. Там еще криптокаринки в глубине, в углу, но их сейчас не видно. В общем, аквариум довольно густо засажен. Малькам здесь комфортно. И рыбки во время нереста их не успевают съесть, поймать. В общем, им есть где спрятаться. Вот так вот он сейчас выглядит. Мальков, в общем, малинезии черной я насчитал порядка 20. Около 20 меченосцев Санта-Клауса. Здесь где-то, ну, штук 10 как минимум. Вот такие вот новости. Поэтому нерестовичку сейчас тут чисто только новорожденные мальки. Сейчас покажу, как обстоят дела во втором маленьком аквариуме, где у меня подрастают малинезии золотые. Ну, тут все выглядит практически так же без изменений. Единственное, что коряжка слева мхом зарастает потихоньку. Мальков тут прилично. Как я уже говорил, здесь несколько таких смешанных, непонятных, с серебристым отливом. Ну, может быть, это пицилии неоновые, может, это какие-то от меченосцев такие получились, не знаю. Ну, скорее всего, это неоновые пицилии. Все-таки она успела тогда в нерестовике родить этих мальков несколько штучек. И вот они тут остались. Какой-то тут оранжевый яркий один, похожий на меченосца. И один такой с черным, возможно, это от черной малинезии. Ну, в основном здесь все-таки золотые. Золотые малинезии чистые, с вкраплениями, различные варианты. Малькам здесь примерно месяца два, поэтому, я думаю, через месяцок уже будет понятно точно, какой у них окрас. Потому что они пока еще некоторые бледные. У кого-то там какие-то пятна есть, они не ярко выражены. Чуть позже будет яснее их окраска. Петушки тут два живут также. Пара сомиков, пара анцитрусов. Ну, и растения живут потихоньку, прирастают. Аквариум я не так давно менял грунт в этом аквариуме. И, в общем, растения здесь пока еще сильно в рост не пошли. Грунт пропан, такой же теперь, как и в большом аквариуме. В общем, он теперь у меня стал таким для подращивания мальков. Потом со временем из малявочника сюда тоже мальков пересажу. Посмотрим. Почему-то странно, в Алиснере у меня стало медленно очень расти во всех аквариумах. Хотя обычно раньше с этим растением проблем никогда не было. А тут как-то в Алиснере прям в рост не идет. Очень-очень медленно. Вот она там по заднему плану. Ну, самое главное, мальки подрастают. И это хорошо. Может быть, через месяцок уже их пересажу в основной, в общий аквариум. Хотя, в принципе, они уже довольно крупненькие. Такие, наверное, сантиметра по полтора, может, даже больше. И вот несколько штучек таких непонятного окраса, похожих на неоновых пиццилий, но с какими-то полосками. Может, они там скреститься успели у меня в общем аквариуме, кто его знает. В общем, такие вот новости. Ну, и вот еще немножко большой банки. Я тут начал сифонить грунт. В очередной раз попробовал. Ну, пропан, честно вам скажу, сифонить довольно проблематично. Грунт легкий. Сифон его засасывает, поэтому приходится потом часть этого грунта промывать и обратно в аквариум высыпать. Ну, как бы так вот. Ставить более мелкую сетку в сифон, ну, смысла нету. Тогда и грязь не будет попадать. Поэтому такой вот вариант. Ну, немножко передний план я сейчас стараюсь сифонить. Потому что все равно грунт уже заиливается довольно сильно. Аквариуму полгода. И нужна дополнительная очистка. Вот так вот. Анубиас, кстати, на центральной новой коряжке чувствует себя неплохо. Он маленько пошел в рост. Смотрится классно. Ну, вот такие вот новости. Сильных изменений, как видите, нет пока что. Так вот сейчас выглядит большой аквариум. Ну, вот, в принципе, и все. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok